Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для портала экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 4 главы 1 послания святого апостола Петра. Как мы уже говорили, одной из сквозных тем этого послания является тема гонения на христиан, и христианского мученичества, что было очень актуально для того времени. Итак, пишет апостол Петр, «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Эти слова нуждаются в особом объяснении. Здесь речь идет не просто о неких страданиях плоти, абстрактных, потому что мы с вами понимаем, иногда человек, страдающий плотью, способен наоборот согрешить. Он бывает озлобленным, раздражительным, и иногда болезнь изнуряет человека, делая его эгоистичным, обращенным на себя. Поэтому не всякое страдание плотью имеет в виду апостол Петр, тем более, что он ссылается здесь на страдания Христа. Конечно же, апостол Петр имеет в виду случаи гонений на христиан. И вот страдающий плотью, то есть идущий страдать за Христа, перестает грешить. Что это значит? То есть достигает через благодать мученичества освящение и очищение своей души и тела. То есть страдание за Христа – это путь к святости. Вот о чем говорит здесь апостол Петр. Страдающий плотью, вот в данном случае есть слово «страдающий», может с греческого языка переводиться как «в страдательном залоге», то есть пассивно страдающий. Но это слово имеет возможность быть переведенным в медиальном залоге. И здесь уже появляется другой смысл. Здесь человек, сознательно идущий на страдания, ради своих христианских убеждений. Вот это очень важная деталь, которая опять-таки подчеркивает то, что апостол Петр здесь говорит именно о гонениях на христиан. Чтобы остальное, во плоти время, жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Да, не все христиане заканчивали жизнь мученически. Многие подвергались пыткам, гонениям, лишениям имущества. И для них эти события были особым путем к святости. «Ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой». Да, здесь апостол Петр обращается к христианам из язычников и напоминает все мерзости их прошлой жизни. Обернитесь назад, вспомните, от какой жизни вы пришли ко Христу. Предавались нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишествам, нелепому и дозаслужению. И вот как будто бы, рисуя реалии того времени, какие-то реальные картинки из быта первых христиан, их жизни в городах, он пишет, «Почему они, то есть язычники, ваши прежние друзья и братья, почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас?» Я хочу подчеркнуть, что эта фраза, она имеет очень конкретное историческое звучание. То есть не просто некие люди удивляются, что какой-то их знакомый стал жить другой жизнью. Все здесь выглядело более осязаемо и конкретно. Жизнь в языческом обществе, она подразумевала общее участие в тех или иных языческих обрядах, праздниках. Это были дни народных гуляний, где, конечно же, религиозный суеверный элемент, он пересекался с элементами веселья, радости. Других праздников, в принципе, тогда и не было. И я именно потому сказал, что эти слова звучат очень исторически, потому что выглядит это буквально так, что к Христину приходят друзья и говорят, «Пошли вместе с нами, сегодня такой-то праздник, в Румаре или что-то другое». Он говорит, «Нет, вы знаете, я не могу уже с вами пойти». И вот эти друзья идут и в своих разговорах обсуждают его, насмехаясь на ней. «Вот, смотрите, такой-то, такой-то. Раньше был нормальный парень, а теперь вот занимается непонятно чем, поверив в какого-то Христа». И вот апостол Петр убеждает христиан не смущаться от этих насмешек, от этого, может быть, неприятного удивления со стороны своих близких и друзей. «Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». Да, сейчас они идут и насмехаются над вами, удивляются, но и они будут отвечать за свои дела. «Ибо для того и даже мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвершись по суду, суду по человеку плотью, жили по Богу Духом». Но этот стих мы должны понимать как завершение мысли, которое содержится в третьей главе первого послания апостола Петра и в комментарии к предыдущей главе мы очень подробно касались содержания этого стиха, поэтому задерживаться мы здесь не будем. «Впрочем, говорит апостол Петр, близок всему конец». Неужели апостол Петр, а наряду с ним и другие апостолы, ошибались, что Христос должен прийти и явить свое второе пришествие в ближайшее время? И да, и нет. В этих словах содержится абсолютно правильная интуиция и христианской жизни, и христианского богословия. Она заключается в том, что действительно мы должны с нетерпением ждать второго пришествия Христова. Почему? Потому что именно оно будет являть собой завершение нашего спасения. Человек, который не желает этого пришествия Христова, христианин, который не желает его, он не желает окончательно спастись. Потому что второе пришествие Христова положит предел зла. Знаменем этого будет всеобщий суд. Второе пришествие Христова воскресит нашу плоть, будет связано с нашим воскресением, и тем самым будет положен конец смерти. И тогда, как мы читаем в Новом Завете, Бог будет во всех. И абсолютно естественно, что апостолы жаждали скорейшего пришествия Христова. Поэтому интуитивно они были абсолютно правы. Хотя, как и они, так и отцы последующих времен, они могли, может быть, как люди и ошибаться в отношении какой-то исторической конкретики, когда именно даже наступит второе пришествие. Но это абсолютно нормально, тем более, что мы с вами и каждый день в молитве «Отче наш» просим о скорейшем пришествии Христовом. Мы обращаемся к Богу и говорим «Да приидет царствие Твое». «Итак, бодрствуйте, будьте благоразумны в молитвах, более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Вот эта интересная фраза, ее тоже можно понимать двояко. Любви свойственно покрывать грехи других людей, то есть относиться к людям снисходительной, к их немощам, к их недостаткам. Но, если мы вспомним евангельские события, что Христос сказал об люднице, которая пришла, оплакала его погребение и помазала его миром. Он говорит, что она много возлюбила, поэтому ей и многое простится. И действительно, каждый человек имеет свои недостатки, но если он будет преуспевать любви к другим, то Господь покроет его грехи, как он покрывает грехи других людей. «Будьте странолюбивы друг к другу без ропота». О чем здесь? Христиане того времени, они жили в ситуации, когда им приходилось постоянно принимать христиан, которые приходят из общин других городов, принимать у себя дома проповедников христианства. Ну и, конечно, мы, как люди, можем часто доставлять друг другу бытовые неудобства. Апостол Петр напоминает ему доброетель, страноприимство, и говорит, чтобы они не роптали. Но это могло касаться не только христиан. Часто люди в то время, они путешествовали, и путешествия эти не были сопряжены с большим комфортом. Люди были вынуждены оставаться случайно в домах, в селениях, туда, куда их пустят. И христиане должны быть первыми, кто такого странствующего бездомного человека примет под свой кровь. «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Здесь волей-неволей мы не можем не вспомнить первое послание апостола Павла Коринфянам, где апостол Павел не в одной фразе, как здесь, а на протяжении достаточно большого объема текста он говорит о том, что каждый христиан под данным благодать имеет разное служение, разный дар Духа Святого, которым он служит Богу и людям. Вот эти разные дары, они нужны для того, чтобы христиане, каждый христиан не чувствовал себя эгоистично самодостаточным, но чтобы мы все понимали необходимость друг в друге. О том же говорит и апостол Петр, о дарах Духа Святого, которые имели христиане. А что значит домостроители многоразличной благодати Божией? Домостроительство или по-гречески экономия, мы знаем это слово, оно вошло в наш современный обиход, это экономика, например. Но в древности слово экономия означало управление домом. Не строительство дома, а управление домом. Искусство управления хозяйством. Но, конечно же, применительно к вере этот бытовой термин имеет другое значение. То есть каждый христианин ответственен за жизнь церкви. Все мы строим церковную христианскую жизнь. В этом смысле мы, вот эти управляющие, мы домостроители божественной благодати, потому что мы это дело, это служение совершаем с помощью божественной благодати. А почему она называется многоразличная? Именно потому, что благодать Божия, будучи на самом деле единой, ибо благодать Божия и сам Господь, тем не менее, каждому человеку дает некий особый дар, особую харизму для служения. Поэтому называется многоразличная благодать Божия. «Говорит ли кто?» То есть имеется в виду проповедь. «Говори, как слова Божия. Служит ли кто?» То есть помогает другим. «Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава держава во веки веков. Аминь». Возлюбленные. Этим словом апостол Петр вновь и вновь обращается к теме гонения на христиан. Вот мы удивляемся, что мы постоянно возвращаемся к этой теме. А давайте постараемся вот из вот такого анализа текста сделать исторический вывод. Если апостол Петр постоянно об этом говорит, значит, это было какое-то очень важное реалие того времени, от которого невозможно было скрыться и о которой нельзя было не говорить. Вот таким простым путем, читая текст, мы можем проникаться той исторической обстановкой, которой жили первые христиане. «Огненного искушения. Для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». В чем смысл этих слов? Потому что христиан мог подумать, ну как же, я верю во Христа, я принял крещение. Ведь Господь должен мне помогать. А почему меня гонит? Поэтому апостол Петр говорит, не удивляйтесь, этому надлежит быть. Это не нечто странное для вас. Это как раз нормальное. Ведь многие из обращенных были бывшие язычники. Но что язычник ждал от богов? Богатство, благополучие и удача в делах. Поэтому была опасность того, что такой язычник, став христианином, просто будет считать, что Христос – это бог более сильный, чем те боги, в которых я верил раньше. И уж если те боги, например, Зевс, Юпитер, они не принесли мне желаемого счастья, то Христос уж точно это счастье мне даст. Поэтому апостол Петр вынужден говорить об этом. «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да в явлении славы его, возрадуйтесь и восторжествуете». Апостол Петр с новой стороны пытается раскрыть то, что мы назвали богословием мученичества. Оказывается, страдание христиан – это способ участия в страданиях христовых, а следовательно и в его славе. Это не жизненная неприятность. Это один из путей к освящению и спасению, к обретению глубокой внутренней связи с тем, в кого мы веруем. «Если злословят вас за имя Христовы, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий, почивает на вас, теми он хулиться, а вами прославляется». Оказывается, поношение, даже поношение со стороны язычников, они дают христианину Духа Святого. Но вот эта фраза «злословят вас за имя Христовы» тоже нуждается в специальном объяснении, потому что для римской власти того времени было определенным вопросом, юридическим вопросом, и тому и свидетельство в исторических источниках, следует ли христиан преследовать только за имя Христова, то есть, когда человек признает себя христианином, или же за действие, деяние, связанное с этим именем, например, за отказ поклоняться идолам. Этот вопрос задавал правитель Вифини Плини-младший в письме к императору Трояну. Поэтому апостол Петр здесь не только говорит в общем-то абстрактного страдания христиан, но и говорит о том, что иногда христиан мог пострадать только за то, что на него указали, что он христианин. «Только бы не пострадал из вас кто-то, как убийцы, вор, злодей или посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляя Бога за такую участь». Поэтому, когда вы страдаете за Христа, когда вас заключают в темнице, вспомните, за что лучше оказаться в тюрьме? За причинение вреда ближним? За нарушение закона? Или за Христа? Все это имело актуальное значение для того времени. Возможно, эти строки и читали христиане, которые кто-то уже находился в тюрьме и изнывал от уныния, от страха и отчаяния. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде нас начнется, то какой конец не покоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивые грешные где явиться? И так страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному создателю, души свои, делая добро». Вот этот отрывок с 17 по 19 стих, он нуждается в особом объяснении, поскольку этим строкам дается очень глубокое осмысление в христианском предании, и в частности я могу сослаться на толкование преподобного Максима Исповедника, который эти слова объясняет следующим образом. Ну, не будем смущаться, что он начинает свое рассуждение несколько издалека, это очень важно, начать с самого фундамента. «Итак, человек, находясь в раю, согрешил пред Богом». В чем состояла суть этого грехопадения? Что человек получал радость и наслаждение от созерцания Бога. Но в момент грехопадения человек перенес, скажем так, центр своего удовольствия из духовной сферы в сферу плотскую, вожделев вот тот самый плод. И следствием этого извращенного, неправильного наслаждения, поскольку мир не является предметом наслаждения, предметом созерцания и хвалы Богу, но не предметом наслаждения. И вот, когда Адам получал наслаждение от Бога, он получал от Бога и жизнь. Теперь, ища наслаждений от предметов этого мира, Адам устремлялся как бы к ложной цели, ибо эти предметы могли дать наслаждение, но жизнь дать не могли. Поэтому обратной стороной вот этого удовольствия, которое вкусил Адам, явилась его смертность, явилась его смерть. Но Христос эту ситуацию, печаль для нас, Он изменил. Он не сделал никакого греха. Но принял страдания и смерть так, как будто был виновен. И по мысли преподобного Максима Исповедника, те люди, которые приняли крещение, кто через крещение соединились со Христом, теперь страдают не в возмездии за грехи, за незаконное наслаждение, за греховное удовольствие, а страдают не в возмездии, а в освящении, получая тем самым спасение и достигая крайней степени святости. Поэтому апостол Петр говорит, суд начинается с Дома Божия. То есть страдают, подвергаются вот этому суду и страданию сначала христиане. Но почему дальше он говорит, что если праведник едва спасает, то что будет с грешником? Потому что праведник, страдая, тем не менее, страдает себе в освящении, а грешник, страдая, часто получает возмездие за свои беззакония. Вот если объяснять кратко, в чем смысл этих слов, которые часто мы прочитываем, может быть, на них не останавливаемся, но они могут стать предметом особого глубокого рассмотрения. Продолжение следует...